А все остальные, кто упускал это, кто не приходил на пятикратный намаз в мечеть, кто не жаждал этого, кто не соблюдал то, чему учил посланник Аллаха, чей иман, чья вера иногда настолько низко опускалась, иной раз даже вплоть до нуля подобных людей Аллах и его посланник знали как лицемеров. Спроси себя, а меня кем бы считали во времена пророка? И ответь себе на этот вопрос сам. Смотрите, Всевышний Аллах говорит о сподвижниках. В одном красивом аяте Корана. Этот аят находится в суре покаяния, Тауба. Девятая сура, сотый аят. Аллах говорит о сподвижниках пророка. Я о некоторых из нас, до этого дойду. Но сначала смотрите, что Аллах говорит сразу после этого аята. Он говорит. Аллах говорит, что среди людей, которые живут вокруг сподвижников, есть лицемеры, которые упорствуют в своем лицемерии. Они были там, они видели сподвижников, видели посланника Аллаха, но так и не уверовали. Это один момент. Теперь смотрите. Посланник Аллаха говорил сподвижникам. Говорил, хотел бы я увидеть своих братьев. Хотел бы я увидеть своих братьев. С точки зрения арабского, когда он говорил «братья», подразумевались, конечно же, и сестры. По умолчанию. И сподвижники говорят «а разве мы, не твои братья, посланник Аллаха?» Он говорит «вы мои сподвижники, а мои братья – это те, которые придут после меня. Они не будут меня видеть, но они будут готовы пожертвовать все свое имущество, чтоб краем глаза меня увидеть». Аллаху Акбер. Если вы иной раз думаете, мол, все бы отдал, лишь бы только жить, во времена сподвижников да будет доволен ими Аллах. Я вам даю гарантию с дозволения Аллаха, что у вас есть иман, есть вера, и вы брат или сестра посланника Аллаха, салаллаху алейхи васалям. Вот это вера. Он назвал нас «братьями». Вы видите, да? Видите контраст? Лицемеры, живущие вокруг Медины в то время, хоть и ходили в мечеть, но не уверовали, говорили «ля иляха илляллах», при живом пророке, а мы веруем 1435 лет спустя. Вот здесь, в Англии, в Британии, здесь, на Западе, и вокруг нас и таких же верующих, как мы, столько неверия, а мы все равно верим, и так хотели бы оказаться во времена пророка, салаллаху алейхи васалям. Какой огромный контраст. Какая огромная разница. Я хочу, чтобы вы поняли. Всевышний Аллах, Всемогущий и Велик, даровал сподвижникам пророка, пример своего посланника, салаллаху алейхи васалям, и одну книгу, Коран, и другие откровения. Они черпали знания из этого. Ночами они поклонялись. Днем призывали к исламу. И они этими знаниями и энергией пользовались как лопатой. Буквально. Аллаху акбер. Когда Аллах говорит, я буду с тобой. Когда Аллах говорит, я с тобой, и я люблю тебя. Поистине, Аллах любит поклоняющихся совершенным образом. Искренне. И сахабы, сподвижники, стремились к совершенству во всем. Они сосредотачивались не на количестве. Они сосредотачивались на качестве. Пожалуйста, запомните это. Не о количестве они беспокоились. Они не старались обогнать друг друга в количестве ракатов намаза. Но когда сподвижник читал намаз, люди видели, что это намаз сподвижника. Субханалла Абдулла бен Зубейр. Когда Абдулла бен Зубейр ходил на рынок, люди, которые видели его, говорили про него. Он так увлечен торговлей, будто вообще не беспокоится о вечной жизни. Так увлечен, но он торговал на рынке. Но тот же самый Абдулла бен Зубейр, когда приходил в мечеть и начинал читать намаз, люди, глядя на него, говорили, что этот человек вообще не беспокоится о мирском, о земной жизни. Вот так он молился. Аллаху Акбару. Видите? Упорно качество. Намаз сподвижников был очень высокого качества. Когда они поминали Аллаха, викр делали. Они думали только лишь об Аллахе. Так погружались, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вытаскивал их. Так. Настолько они были зависимы от поклонения. Пророк в мечеть пришел. Это из достоверного сборника Бухари. И видят, веревка натянута от одной колонной к другой. Он спрашивает, мол, что это за веревка, которую натянули. Говорят, эту веревку натянули для Зейнаб. Она приходила в мечеть, она выстаивала намаз возле этой веревки. И когда уставала, облокачивалась на эту веревку. Потому что побольше хотела помолиться ради Аллаха. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, снимите эту веревку. Говорит, скажите, Зейнаб, что когда она устает, пускай идет спать. Устал? Иди поспи. Продолжение следует...